Я вообще всех считал предателями, кто сюда выезжал. И ни в коем случае не хотел ехать. Здесь, в Нью-Йорке, людям дается всегда выбор. Когда человеку дают выбор, естественно, выбирают то, что им проще. Они хотят своих любимых героев, они хотят Маслякова, они хотят читать газеты русские, они хотят, к чему они привыкли. Здесь это возможность есть. Вот у нас товарищ приезжал, он говорит, я не понял, это же Советский Союз, разве это Америка? Я говорю, ну вот так вот, здесь так. Знаете, как американцы называют? Little Odessa, маленькая детка. Здесь как будто время заморожено, люди абсолютно живут в 70-х, 50-х годах. Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Таня Рубис и Саша Ротманский. С утренним шоу «Неспящие». Всем привет, друзья! Сегодня четверг, 22 августа. Просыпаемся вместе с нами, слушаем музыку, наливаем кофеек и чувствуем себя прекрасно. Оставайтесь с утренним шоу «Неспящие». Друзья, небольшая сказочка о потерянном времени. Давайте посмотрим, что происходит на дорогах в этот утренний... Зовут Саша Фмиля Ротманский. В Америке с 92-го года. Я череду многое прошел для того, чтобы сказать, что да, мне хорошо. И да, я сознательно не впускаю в свою жизнь то, что я не хочу. Нужно просто сделать над собой усилие. Но есть такие люди, которые собираются специально... Вот у них проектный бич, Little Odessa, когда они организовали там свою довольно большую общину. Они играют в домино, пьют пиво. И говорят, ты слышал, что путинское, а ты слышал, что в Украине делают. И вот они сидят и целый день об этом говорят. Все. Здесь люди живут в 70-х, 80-х годах. И рестораны такие же. И есть люди, которые, может быть, просто по незнанию думают, что там все точно так же. Но они просто не хотят выходить из своей зоны комфорта. Играет музыка. Рунглиш — это вот то, что я... Одно слово оттуда, одно отсюда. То есть английский еще не выучил, русский уже забыл. Куча анекдотов есть. Да и в магазинах можно и на улицах просто походить, послушать, как няня, например, кричит мальчику. Она ему кричит «Брэндон!» У них же у всех имена должны быть какие-то там... Если это девочка, значит, это обязательно Мишел, Николь, Ариэль. Она не может быть там «Оля, Катя, Лена». Нет. Или там «Брэндон, я тебе русским языком говорю, но, значит, но». Здравствуйте. Меня зовут Сима Березанская. Я ведущая на русскоязычном американском телевидении и радио. Я здесь нахожусь уже 28 лет. Началось все с Бруклина, с Брайтон-Бич и с Одесситов. Те годы, когда они приехали, это 70-е годы. Это было злачное место, грязное, где жили афроамериканцы и испанцы, где были наркотики, поножовщина. И они не побоялись, смелые одесситы. И они маленькие, открыли маленький магазинчик русской еды. И возле них, знаете, стали люди приезжать. Вот так, вот у меня там Вася живет, видите, Илья. И они приезжали друг за другом. Они цеплялись. День Брайтона позволяет людям, у которых там залежались товары или продукты, все это сбыть. И это как напоминает наш одесский привоз. Нью-Йорк у вас требовала? Здесь же очень много приезжих людей с России, с Украины. Они покупают, отсылают в подарок. И сами едут, одевают. В Нью-Йорке вообще норковые? Конечно, всегда. А почему не носить? Красивые норковые легкие. Ну, жарко, в принципе. Сегодня жарко, а на Новый год, год нормально. А почему сюда сегодня приехали? А вот, видите, башмашки купили, задешево. А это какое-то знаковое мероприятие сегодня проходит? Это раз в году это мероприятие проходит. Ярмарк, вендоры со всего Нью-Йорка сюда съезжаются и продают это все. В общем-то, задешево. Хотя некоторые задут. Дорогие друзья, не стесняйтесь делать добро и проходите мимо. Пожертвуйте свои деньги для создания и установки памятника 11-й израильских спортсменов. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Я вам скажу. Дело в том, что вот здесь, например, называют, знаете, как американцы называют? Литл-Одесса, маленькая леса. Почему? Потому что огромное количество иммигрантов, которые приезжали в Америку, они почему-то селились в этом районе. Потому что первые одесситы здесь приехали, они начали создавать бизнес. Здесь же район был страшный. Сюда нельзя было зайти, в этот район. А вот иммиграция, она его преобразила, этот район. Сейчас это один из лучших районов Нью-Йорка, южная окраина Бруклина. И сделали его, кстати, иммигранты из Советского Союза. Вот таким красивым. Понимаете? Почему ваша школа называется Черноморец? Черноморец назван в честь того клуба, в котором я когда-то играл и тренировал, и мечтал об этом. А когда вы переехали? В 96-м году. Я вообще всех считал предателями, кто сюда выезжал. И ни в коем случае не хотел ехать, и даже один год специально просрочил. Одесса стала бандитской вообще. В такой обстановке уже невозможно было толком работать. Я же приехал в рамки тренера команды первой лиги. Естественно, меня это убивало. Но пришлось схватить себя за горло. Особенно, когда я ходил, раздавал флайерсы по школам. И вот однажды я приехал с работы, шел там мимо парка, где играли дети. И я подошел, спросил, кто-то по-русски говорит. Ну там один говорит, я говорю. Я говорю, ты скажи этим ребятам, вот я собираюсь открыть футбольную школу. Значит, я достал бумажку, написал свой телефон. Скажи им, чтобы родители мне позвонили там. Он им там что-то сказал, значит. Вот один подскакивает ко мне, выхватывает эту бумажку, рвет. Вот так я не... Да, какая, и убежали. В магазинах лоток с пирожками пустой. Ну, пирожки, а вот продавщицы нет. Приезжает 600-й Мерседес. Открывается дверь, выходит дама большая. В большой шубе, очень дорогой. Разговаривает по телефону. Да, что так пустой, говорит. Я думаю, кто... Тут она, значит, скидывает шубу, кладет телефон. Оказывается, у нее под шубой белый халат продавщицы пирожков. Она становится за прилавок и начинает говорить. Пирожки 50 центов с капустой, 50 с мясом. Я сейчас гадаю на вашу Россию. У вас большие перемены. А вот в следующем году какой-то будет небольшая, если брать в объеме, но все равно какая-то будет катастрофа. Следующий год для обеих стран будет значимым. Меня зовут госпожа Тереза. Я профессиональная ясновидящая. Мой опыт уже занимает долгое время, 47 лет. В Америке я живу с 94-го года. Приехала я с Москвы. Мне интересно было приехать сюда. Я как-то раньше до этого приезжала в эту страну просто как турист посмотреть. Мне понравилась эта страна. Я подумала, почему не попробовать. И я попробовала. Пожилые люди действительно так. Они остановились в том времени. Они не пытаются измениться. Их устраивает то, что они есть. Они не могут измениться. Они не могут чего-то нового уже приобрести в своей жизни виденнее. И, естественно, у них время остановилось. Брайтон – это уже реликвия русских людей. Смотрите, ведь ни в одном городе нет в Америке такого Брайтона. Потому что здесь действительно собирается столько русских, что нигде столько нет. Вот у нас товарищ приезжал из Лос-Анджелеса, и мы его повели на Бодворк, там, ресторан Татьяна. Вот это было лето, он говорит, я не понял, куда вы меня привели. Это же Советский Союз, Россия. Я говорю, разве это Америка? Я говорю, ну вот так вот, здесь так. Брайтона больше в том виде, в котором мы привыкли, в котором вы привыкли, в котором его обрисовывают, его больше нет. Этих ресторанов, которые были всегда забиты минимум три дня в неделю, их уже нет. Появляется то там шашлычная, то здесь пивная, то здесь что-то такое. Ну, ну, все как-то вот так вот крутится. Это все, ну, на наш век хватит. А вот дальше уже, конечно, придет когда-то. Кто-то придет, или ураган, или молодежь. Это рисунок пальчишки, им 35, сердце опять не устает повторять. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо. Субтитры сделал DimaTorzok